Международный день памяти жертв Холокоста во всем мире отмечается 27 января. В этот день, в 1945 году, в Польше советскими войсками был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти, а с Венцием, в крематориях и газовых камерах которого погибло около миллиона евреев. Наша цель и задача заключается в том, чтобы никогда не забывать трагедию Холокоста. Потому что Холокост, сама трагедия по своим масштабам, мне кажется, невозможно как-то ее даже обозначить. Для меня это священный долг отдать память жертвам фашизма, совершенно невинным. И это потери, которые трудно переоценить не только для еврейского народа, но и для всего человечества. К мемориальному знаку были возложены венки и цветы. Участники митинга почтили память жертв Холокоста минутой молчания. Отдать дань памяти погибшим пришло немалое количество людей. Среди них были представители разного возраста, но самое главное, что пришли поклониться жертвам фашизма и молодые люди. Ведь об этом должны знать и помнить все, поскольку трагедия еврейского народа – это и наша трагедия. Мы чтим память умерших и погибших людей, независимо какой они национальности. Потому что это в самом деле беда и горе для всех людей, которые живут даже у нас в Бресте, в Белоруссии. И я думаю, что мы должны это делать ежегодно и принимать все участие в таких мероприятиях. Жертвами Холокоста стали безвинные люди – врачи и педагоги, музыканты и ювелиры, артисты и писатели. Они могли бы жить, любить, воспитывать детей и внуков, но их жизнь оборвалась. Об этой трагедии тяжело вспоминать, но ее необходимо помнить. Продолжение следует...